Запрещенные чаты, курс валют, нефти, доходы регионов. Все эти темы обсудим прямо сейчас. Это экономика главная. С вами Наталья Храмова. Здравствуйте. Доллар и евро продолжают уходить в раннюю весну. Американская валюта стоит уже дороже 72 рублей, а евро перевалил отметку в 77. И даже дружественный нам юань торгуется выше 10 рублей. Такие курсы в последний раз были в конце апреля. Эксперты отмечают, что основные причины это нефтяной амбарго и снижение стоимости российской нефти марки Юрлс. С технической точки зрения имеется довольно-таки большой импульс. Это пробитие двухсотневно скользящей средней. Это нам говорит о том, что сила тренда сохраняется. Однако, если заходить вперед, рассматривать вопрос о том, когда может прекратиться данное ослабление, то перевалочный пункт будет в районе 71-73. То есть в этом моменте мы можем ожидать паузу. Однако, если будут сохраняться негативные внешние фоны, это вот санкции западные, то ослабление может достигнуть 79 рублей за доллар. Отмечу, что еще пару дней назад аналитики утверждали, 70 рублей за доллар – это перспектива начала 2023-го. В Минэкономразвитии считают, что к концу года средний курс американской валюты составит 68 рублей за доллар. Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию «Базилевс» в России. Об этом РБК рассказала одна из ее новых владельцев, генеральный продюсер компании Лала Рустамова. Совладельцем стал коммерческий директор Тимур Асадов. Представитель «Бекмамбетова» подтвердил продажу. Сумма сделки не разглашается. Известно лишь, что на нее пошла вся выручка за этот год. Согласно открытым данным, в прошлом году прибыль «Базилевс» составила почти 11 миллионов рублей. Тимур Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса. Киностудия сотрудничает с ним как с нанятым режиссером и сценаристом одного из проектов. Американское представительство «Базилевс» остается у «Бекмамбетова». На счету киностудии такие хиты, как «Ночной дозор», «Елки и горько». Как рассказала РБК Лала Рустамова, режиссер давно хотел продать киностудию в России. Новые владельцы «Базилевс» делают ставку на развитие бизнеса на тюркском кинорынке. Новым главой банка «Открытие» может стать Михаил Алексеев, сообщает коммерсант. Ранее он руководил банком «Юникредит» и работал в Центробанке. ВТБ по-прежнему намерен закрыть сделку по покупке «Открытия» до конца года, несмотря на данную депутатами отсрочку. Напомню, 19 декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центробанк может продать банк «Открытие» банку ВТБ до 31 марта 2023 года без проведения торгов и без согласования с Федеральной антимонопольной службой. Источники коммерсанта говорят, что ВТБ рассчитывает интегрировать «Открытие» в свою структуру за год-полтора. И, по крайней мере, на это время последнему нужен председатель правления, который не имеет прямого отношения ни к одному, ни к другому банку. Почти половина российских регионов завершают этот год с дефицитом бюджета, следуют из данных Минфина. Ситуацию проанализировали ведомости. По итогам 2021-го дефицитных регионов было меньше. В номинальном выражении самые высокие дефициты у Тюменской, Мурманской и Белгородской областей. Однако сразу 46 субъектов, а это больше половины, завершают год с профицитом. Самые высокие показатели у Санкт-Петербурга, Москвы и Сахалинской области. При этом сумма всех доходов всех регионов пока превышает общий объем их расходов. Итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит. Его размер составил 922 миллиарда рублей. Об этом ведомостям сообщили в счетной палате. Чаты переводят в дружественную юрисдикцию. Госдума запретила банкам общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Какие именно, пока не уточняется. Список запрещенных позже утвердит Роскомнадзор. Планируется, что запрет начнет работать уже с марта. Нижняя палата парламента приняла соответствующий закон в третьем чтении. Под ограничения попадают также брокеры, управляющие, НПФ, депозитарии и страховщики. Им всем тоже нельзя будет вести деловую переписку в запрещенных сервисах. Особенно передавать платежные или любые персональные данные. Проекту осталось пройти одобрение Совет Федерации и президента. Российский Яндекс пытается продолжить работу с зарубежными партнерами. Для этого компания создает стартапы. Об этом пишет RTVI в своем новом расследовании. Так, в Армении, США, IT-гигант зарегистрировал новую холдинговую компанию BeyondML, которая принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения по всему миру. BeyondML оформлена на топ-менеджеров Яндекса Максима Загребина и Дмитрия Степанова. По данным RTVI, эта организация нужна для, цитата, «минимизации страновых рисков и для продолжения работы IT-гиганта в США и Европе». В пресс-службе Яндекса подтвердили, что BeyondML – это проект компании, и назвали его внутренним экспериментом. Из реестра юридических лиц Армении следует, что компанию зарегистрировали 30 марта этого года. Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций. Маршрут длиной более 3000 километров пройдет от Восточной Европы до Индийского океана. Как сообщает Bloomberg, обе страны хотят ускорить доставку грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море. Данные по отслеживанию судов показывают, что десятки российских и иранских кораблей уже курсируют по этому маршруту. Эксперты оценивают создание такого коридора в 25 миллиардов долларов. Отмечу, что 7 декабря посол Ирана в России сообщил, что Москва и Тегеран скоро подпишут договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Потолок цен на нефтепродукты не будет действовать на партии, загруженные до 5 февраля и доставленные до 1 апреля. Схему разъяснил Минфин США. Ведомство подчеркивает, что если сроки выполняются, то американские компании могут продолжить оказывать услуги по морской транспортировке российских нефтепродуктов, которые приобретены по цене выше потолка. Отмечу, что лимит на нефтепродукты начнет работать с 5 февраля. Правда, пока что его уровень не установлен. Потолок цен на российскую сырую нефть 5 декабря ввели страны Большой Семерки, а также Евросоюз, Австралия и Норвегия. Предельная цена 60 долларов за баррель. 7 из 10 россиян признались, что события этого непростого года, СВО, санкции и частичная мобилизация, негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, который провел Headhunter. Исследование показало, что больше всего пострадала карьера мужчин. Это отметили 70% опрошенных. Среди женщин процент аналогичных ответов немногим меньше 65%. В возрастном разрезе сложнее было молодежи, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет. Чаще других отрицательное влияние отмечали работники Москвы и Санкт-Петербурга. При этом были те, кто заявил о позитивном влиянии санкций на свою работу и деятельность компании. И таких ответов было 4%. Американский производитель сухих завтраков и печенья Killlock готовится полностью покинуть российский рынок и уже договорился о продаже бизнеса в России. Его купит компания Черноголовка. Об этом пишет коммерсант. Напомню, что ранее Killlock прекратила поставлять нам чипсы Pringles. Сделку планируют закрыть уже в начале 2023-го. В России Killlock производит сухие завтраки Любятова. Выручка местного бизнеса в прошлом году составила 14 миллиардов рублей, а чистая прибыль чуть меньше миллиарда. Источники коммерсанта сообщают, что у игроков рынка актив не вызвал большого интереса, возможно, из-за высокой цены. В свою очередь эксперты подчеркивают, Черноголовка давно хотела снизить зависимость от категории напитков, а такой бренд, как Любятова, неплохо укрепит портфель компании. Россия продолжает осваивать индийский рынок стали. В ноябре наши компании обеспечили более 10% импорта страны и отгрузили более 62 тонн горячей катаного рулона. Причем общие поставки стали в Индию в прошлом месяце достигли максимума за три года. Об этом сообщает Аргус. Отмечу, что до февраля Россия практически не поставляла в страну такую продукцию. На фоне нехватки угля и высоких цен на коксующиеся сорта, Индия второй месяц подряд сохраняет статус неттоимпортера стали. Этим выгодно пользуются российские компании, ведь до санкций почти половина всего производства шла на экспорт, а сейчас европейский рынок закрыт. Отмечу, что поставки стали за рубеж поддерживает и ослабевший рубль. Рост спроса на российский плоский прокат отмечало агентство ММА в своем декабрьском обзоре. Компании практически полностью законтрактовали производство января, а потребители стали активнее заключать договоры и на февральские поставки. У меня на этом все. Далее в эфире РБК о рынке с Владимиром Архирейским.